Правительство Молдовы и Румынии на совместном заседании рассмотрели основные двусторонние проекты и обсудили новые инициативы. Премьер-министр Павел Филипп отметил, что Румыния остаётся адвокатом и другом Молдовы на её европейском пути. И усилия в этом направлении будут активизироваться в том числе в контексте перехода к Румынии председательства в Совете Европейского Союза. Мы две страны, которые связывают история, культура, язык, ценности и люди, а также конкретные прагматичные проекты. Румыния является основным торговым партнёром нашей страны. В Кишиневу стало настоящим трендом громко высказываться за объединение. Многие партии руководствуются этой целью, однако негромкие заявления обеспечивают нам это сближение, а конкретные проекты. Мы хотим интегрированную совместную инфраструктуру, хотим, чтобы это сближение, это объединение, если хотите, происходило путём взаимоподключения инфраструктуры в разных областях, чтобы мы интегрировали системы транспорта, коммуникации, безопасности, образования и культуры. В свою очередь, Виорика Денчилы подчеркнула, что поддержка Румынии будет продолжаться, и её страна останется твёрдым сторонником Республики Молдова. Румыния готова предоставить экспертизу и экспертов для инициированных реформ и поддержать Республику Молдова на её проевропейском пути, который считаем единственным решением для процветания молдавских граждан. Перед двумя государствами стоит очень много целей, и на следующем этапе дискуссии будут продолжены по каждому сектору в отдельности. Среди приоритетных направлений сотрудничества были также отмечены совместный пограничный контроль, модернизация таможенных бюро, развитие инфраструктуры коммуникации на границе и сотрудничество в области борьбы с трансграничной преступностью. Кроме того, Молдова и Румыния будут внедрять совместные инвестиционные проекты в области туризма на основе соглашения, подписанного в Бухаресте министром экономики и инфраструктуры Молдовы Кириллом Габоричем и министром туризма Румынии Богданом Трифом. По словам Габорища, сотрудничество также подразумевает развитие различных видов туризма, обмен опытом и информацией о деятельности туристических организаций. Будут организовываться взаимные визиты экспертов и журналистов, проводятся тематические выставки и ярмарки. Также между двумя странами будут созданы смешанные группы, которые будут патрулировать общий участок границы между двумя государствами. Предусматривающий этот протокол подписан в Бухаресте. Документ предусматривает совместное патрулирование на участке в 10 километров от линии границы вглубь территории Республики Молдова и Румынии. В порядке исключения этот участок территориально может быть расширен за пределы установленной рабочей зоны и за конфигурацией наземной и дорожной инфраструктур. Отметим, что совместное патрулирование границы применяется в большинстве европейских стран, особенно находящихся на внешней границе Европейского Союза, и имеет ряд преимуществ в таких сферах, как борьба с контрабандой, незаконной миграцией и другими незаконными действиями.